Исключение, исключение. 546 задача. В поход ходили 80% учеников класса, а на экскурсии было 60%. Причем каждый ученик был в походе или на экскурсии. Сколько процентов учеников были и там, и там? Очень простая задача на тему сегодняшнего. Да, пожалуйста. 80% плюс 60% получается 140%. Это если человек один не мог ходить в походы на экскурсии. Это если никто не ходил и туда, и туда. Сейчас я делаю куда-то по одному разу. Тогда 140%. У нас 100%. 140% минус 100% 40%. Отлично. Заметьте, дорожная сумка посвящена этой задаче. Действительно очень простая картинка. Представьте себе, вот есть весь класс. Нарисуем те 80%, что были в походе. Тогда 20% в походе не были. Нарисуем 40%, которые не были на экскурсии. И, соответственно, другие 60% у нас были на экскурсии. Видно, что пересечения это действительно 40%. Вообще, всегда, когда у нас есть два множества, некоторое множество А и множество Б, то есть простая формула, связывающая между собой объединение этих множеств с самими этими множествами и пересечениями. А именно, количество элементов объединения. Давайте вертикальными палочками обозначать количество элементов для краткости. Это количество элементов множества А плюс количество элементов множества Б и минус количество элементов пересечения. Объяснить это очень легко. Что такое пересечение? Вот это вот актральная часть. Если мы берем множество А и после этого берем множество Б, то пересечение мы посчитали два раза. Для того, чтобы получить правильный ответ, чтобы посчитать его только один раз, разумеется, нужно вычесть пересечение. Из этой формулы, если угодно, это можно перенести сюда, это сюда, получится то, что мы использовали в нашей задаче, 80 плюс 60 минус 100. 547. В классе 35 учеников. 20 из них занимаются в математическом кружке. 11 занимаются в кружке биологическом. А 10 лоды ничем не занимаются вообще. Сколько ребят занимаются и математикой, и биологией. Кстати, я вчера, у меня возникло время, зашел на лекторию по биологии Малого Мехмата и увидел, что там 75 слушателей. То есть, на Малом Мехмате вполне серьезно работает история по биологии, там народа действительно много. Пожалуйста. Найдем, сколько людей хоть чем-нибудь занимаются. Это 25. Конечно. Первое действие. Взяли всех 3 людей и отрезали 10 человек. Получилось 25, потому что всего было 35. 35 минус 10, 25. Дальше. То есть, если ученик может ходить только на один кружок, то всего 36 человек. То есть, опять подставляем вот эту формулу. Объединение занимающейся математикой и биологией состоит из 25 человек, при этом математикой занимаются 20, биологией 11, а и тем и тем неизвестно сколько. Понятно, что из этого равенства х легко находится. Переносите х в правую часть, вы читаете, получаете ответ какой? 6. 6 человек занимаются и математикой, и биологией. Совсем простая задача. Это про детей в семье. Семеро детей любят капусту. Шестеро – морковь. Морковь. Пять человек любят горох. Четверо – капусту и морковь. Обратите внимание, что раньше их тоже учитывали. То есть, четыре человека – это те, которые любят капусту. И они раньше тоже учитывались. Трое любят капусту и горох. Двое – морковь и горох. А один человек любит все. И капусту, и горох, и морковь, все что угодно. Нарисуйте, может ли такое быть, и узнайте, сколько детей в этой семье. Вам помогут так называемые круги Элья. А именно, давайте в одном круге будем располагать детей, которые любят капусту. В другом – тех, что любят морковь. А в третьем круге – тех детей, которые любят горох. Предложение. Давайте детей рисовать какими-нибудь точечками, крестиками. Для начала запишем… Для начала запомним, кто человек, который все любит. Получается, у нас… Дальше нам надо идти к пересечению. А для этого надо сделать… Так. Морковь и горох. Так. Надо 6 плюс 5, минус 4, точнее, 4 плюс 5, 9. И выч... Сначала посчитаем, сколько у нас просто детей. Если учитывается, что каждый любит только одну. Тогда получается 7 плюс 6 плюс 5. 18? Нет, не надо. Все гораздо легче. Давайте просто рисовать картинку. Я не понимаю. Вот, давайте. Можно просто ставить эти точки. Вы уже начали. Поставили вот этого, который любит все. И давайте пойдем снизу вверх постепенно. Смотрите. Есть человек, который любит все. Но двое любят про кофе и горох. Что из этого следует? Трое любят про кофе и горох. Один из них уже нарисован. Да? Конечно. Трое любят капусту и горох. Один уже нарисован. Рисуем двое. Четыре любят капусту и кофе. Один уже… Вот они, четыре уже нарисованы. А, один… Рисуем еще трех. И пять человек любят морковь. Четыре уже нарисованы еще одного. Шестеро любят морковь. Пять уже нарисованы еще один. И семь человек любят капусту. Шесть уже нарисованы. Сумма одного. Всего десять детей. Спасибо. Конечно, так и надо было. Надо было просто разбираться, потихонечку подниматься. Единственное, я все-таки хочу решить задачу общего видения. Не с вот так вот подобными числами, да, один, два, три, четыре, а с произвольными. Давайте-ка обозначим вот это. А, Б, С, Д, Е, Ф, И, Ж. И посмотрим, можно ли было таким же образом решить задачу. На самом деле очень легко. Горох. Значит, смотрим. Все любят А человек. Пожалуйста, пишу сюда А. Дальше. Б человек любят морковь и горох. Из них А человек уже есть. Значит, вот сюда надо написать Б минус А. Капуста и горох. Значит, я сюда пишу С минус А. Капуста и морковь. Д минус А. Д минус А. Заметьте, я уже поднялся до этого уровня. Теперь горох любит Е человек. Значит, я в это место должен написать разницу между числом Е и суммой этих чисел. Сумма здесь равна С. Значит, надо из Е вычесть Б, вычесть С и прибавить А. Так, дальше. Про морковь. Нужно из числа Ф, заметьте, здесь сумма равна Д, вычесть Д, вычесть Б и прибавить А. И теперь разбираемся с капустой. Ж человек любит капусту. Значит, то же самое. Из числа Ж я вычитаю Д, вычитаю С и прибавляю А. И прибавляю А. Вот получилось, что для любых чисел... Ну, единственное, надо позаботиться, чтобы все числа были бы неотрицательные, потому что иначе у нас получится какое-то отрицательное количество детей, чего, конечно, не бывает. Теперь вопрос. Как можно через эти числа выразить ответ задачи? Ну, пожалуй, можно сделать так. У меня, собственно, все числа написаны. Можно взять и все сложить. Даже можно быстрее немножко способ. Вот, посмотрите, вот в этом круге мы же знаем, что ответ равен Ж. Поэтому можно сделать так. К числу Ж надо прибавить вот эти три числа. Давайте я это сделаю, хотя, честное слово, ответ я знаю заранее. И я это делаю только из педагогических соображений, чтобы вы увидели, как можно удивительно противно решать хорошую задачу. задачу, в которой есть гораздо более простой, гораздо более понятное и гораздо более симпатичное решение. Значит, итак, смотрим, что у нас получается. А с плюсом и а с минусом уничтожаем. В с минусом и с плюсом тоже уничтожаем. Что же на самом деле у нас осталось? А осталось у нас, ребята, это G, F и E со знаком плюс. После этого со знаком минус D, B и C. И со знаком плюс А. Вот эта формула и называется формула включения-исключений для трех множеств. Я, разумеется, сейчас ее вам нарисую и объясню без таких вот ужасов. Но, формально говоря, то, что я сейчас сделал, тоже ее доказательство. Просто довольно скучное. А можно быстрее. Значит, итак, как же формулируется наше утверждение? Если есть любые три множества А, В и С. И нас интересует количество элементов объединения этих трех множеств. То можно сделать так. Сначала вот эти три штуки с плюсом. Это значит, количество элементов множества А надо сложить с количествами элементов множеств В и С. Нет, больше не плюс. Дальше идет минус. Надо вычитать попарное пересечение. Это значит, на следующий значок, пересечение двух множеств. То есть, множество, которое состоит из общих элементов множеств А и В. Дальше здесь пойдет А в пересечении с С. И дальше В в пересечении с С. И, наконец, вот этот вот последний элемент, это количество элементов пересечения трех множеств. Кто пойдет объяснит, почему действительно такая замечательная формула Керна? Это очевидная формула Керна? Просто внимательно посмотрите, и все у вас будет хорошо. Берем сумму множеств А, В, С. Количество элементов. Получается, отнимаем А, В, это вот это. Отнимаем А, С, это вот это. Отнимаем А, В, С. Скажи, и почему получается нужный ответ? А потому что мы получаем вот эту, вот это вот. Из-за того, что мы берем все пересечения, прибавляем, а отнимаем только вот эти три. И еще прибавляем все минусы. А, то у нас от вас стало даже менее понятно, чем было. Садитесь. Давайте я постараюсь объяснить. Значит, ребят, смотрите, вот. Когда вы подсчитываете количество элементов множества А, потом В, В, С, то вы фактически что делаете? Вы проходите здесь, и все элементы посчитали. Потом вы прошли, здесь все посчитали, здесь все посчитали. Так вот, элементы, которые расположены в этих местах, уже идеально посчитаны по одному разу, как и надо. А те, что расположены здесь или здесь, посчитаны излишнее количество раз. А именно, эти рассчитаны по два раза, а должны были посчитаны один раз, а это посчитано вообще три раза. Поэтому мы выбрасываем количество элементов пересечения. И когда мы это сделали, вот с этими элементами все стало нормально. Потому что мы их сначала посчитали один раз, когда считали А, второй раз посчитали, когда считали С, выбросили А в пересечении с С. И, значит, в результате мы их посчитали по одному разу. То же самое здесь. Посчитали, когда А, считали, когда Б, и выбросили лишний раз, когда посчитали. А вот с этими элементами, если так сделать, то мы их три раза посчитали и потом три раза выбросили. И надо их еще один раз включить. Ну, наверное, сейчас, пожалуй, это самый понятный для нас способ. Хотя есть для четырех множество формул включения и исключений. Там будет, смотрите, что сначала А, В, С, Д, потом шесть минусов, потому что по парке пересечения где-то четырех множество, бывает шесть штук. Потом будет четыре раза с плюсом, пересечение по три. И потом один раз четверное пересечение будет со знаком минус. Ну, и так далее. Это все можно доказывать, но сегодня мы с вами должны решать задачи. Это нам интереснее. Поэтому как раз доказывать общую формулу включения и исключений мы не будем. Достаточно того, что мы ее разобрали для случая трех множеств. Значит, сейчас следующая задача. Каждый из трех игроков записывает сто слов, после чего записи сравнивают. Если слово встретилось хотя бы у двоих, то его вычеркивают из всех списков. Могло ли случиться так, что у первого игрока осталось шестьдесят одно слово, у второго восемьдесят, а у третьего восемьдесят два слова. Напоминаю, начали с того, что каждый записал по сто слов. Каждый из трех игроков записал по сто слов. Записи сравнили и все повторы уничтожили. Даже если у двоих встретилось слово, его все равно уничтожали. У троих тоже, тогда у всех троих его уничтожают. Могло ли так случиться, что у одного игрока осталось шестьдесят одно слово, у другого восемьдесят, а у третьего восемьдесят два? Я считаю, что так случиться не могло. Так, у первого игрока выкинули тридцать девять слов, у второго игрока выкинули двадцать слов, а у третьего игрока выкинули восемнадцать слов. Это правда, да. Даже если эти тридцать девять слов, которые выкинули у первого игрока, ни разу не были записаны трижды, то получилось бы... Когда выбрасывают у первого, то при этом выбрасывают и у второго, и у третьего. Может быть, у обоих, но хотя бы у одного тоже выбрасывают. Все правильно. Тридцать девять больше, чем двадцать плюс восемнадцать. Это противоречие. Все поняли? Когда любое слово выбрасывают, то выбрасывают не просто так, а потому что оно еще у кого-то встретилось. Пятьсот пятидесятая задача. На дискотеке восемьдесят процентов времени был выключен свет. Девяносто процентов времени играло внизу. И пятьдесят процентов времени шел дождь. Какую наименьшую долю времени все это обязано было происходить одновременно? Я очень хорошо помню историю этой задачи. Дело в том, что первая моя большая статья для журнала «Кванта» была написана вместе с Николаем Борисовичем Васильевым. Был такой с ним великий человек, автор огромного количества статей и задач «Кванта». И вот вместе мы тогда эту задачу сочинили для той статьи. Я помню, как мы очень порадовались. Что называется, сразу было планово громадье. Там напишем то, напишем то, сделаем то. И буквально через несколько недель после этого выяснилось, что у него рак мозга. И очень-очень быстро он умер, потому что рак был очень поздно выявлен. Так что, что называется, всегда надо, планируя свою жизнь, понимать, что... Да? Сначала надо узнать, сколько процентов времени... Ну, не надо, а сначала мы узнаем. Сначала мы узнаем, сколько процентов времени был включен свет, играла музыка и... Наоборот, в микро-минк. В микро-минк. 20 процентов времени было светло. 10 процентов времени было тихо. 50 процентов времени было сухо. Хорошо. Сложим все это вместе, получается 80 процентов. Да. То есть, если мы ставим эти 80 процентов, то получится, что 20 процентов всего времени... Конечно. Ну, пошла музыка и светло. Конечно, конечно, да, 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 да. Музыка в темноте подождем была минимум 20 процентов времени. По сути, такая же 551 задача. Из 100 человек, 85, знают английский язык. 80 испанский. И 75 немецкий. Сколько человек, заведомо, знают все три языка? Пожалуйста. Опять, то же самое. Нужно найти, сколько человек не знают английский язык, не знают испанский и не знают русский язык. Не нужно, а я найду. Откуда вы знаете? Вдруг кто-нибудь решит эту задачу как-то по-другому. Почему вот такой категоричный? 15 человек не знают английский, 80 процентов. 20. 20 человек не знают испанский и 25 не знают. Да. Если мы их сложим, то получится... Если мы сложим всех этих... Количество незнаек, то даже в случае, если эти числа не будут пересекаться, если эти множества незнаек не будут пересекаться, все равно наберется максимум 60 процентов незнаек. 60 человек не знают, не процентов. В этой задаче в людях считается все. Значит, 100... Все, все. Минимум 40, да? Молодец, все правильно. Минимум 40 человек, всезнаек. 552 задача. Каждый десятый математик – философ. Каждый сотый философ – математик. Кого больше? Философов или математиков? Поскольку философ – это каждый десятый математик. Давайте я картинку нарисую. Что всем нужно? Итак, повторяю условия задачи. У нас имеют математики и имеют философы. И мы знаем, что каждый десятый из математиков – философ, и каждый сотый из философов – математик. Давайте количество людей, которые являются математиками и философами одновременно, обозначим буквой Х. Тогда скажите, пожалуйста, как записать через Х количество математик? Не знаете? М разделить на 10 равно Х. Математиков сколько? 10Х, конечно. Математиков – 10Х. А философов? 100Х. Так, ребята, помните историю про то, что каждый шестой на земле – китайцы? В одной семье. Как-то раз смотрели телевизор, и там сообщили, что по… Ну, дело было уже достаточно давно. Вот тот момент, что каждый шестой живущий на земле человек – китайцы. У них был маленький ребенок. И тут состоялся короткий диалог. А именно, мама в шутку спросила, скажи, кто у нас в семье китайцы? Я китайец? Нет, у меня в паспорте написано, что я русская. Папа китайец? Нет, у него тоже написано, что он русский. Бабушка китайец? Нет, бабушка не китайца. Дедушка китайец? Нет, нет. Ты уже не китайец. Старший брат у тебя китайец? Ты уже не китайец. Малыш задумался, попытался возражать. Но взрослые, разумеется, своей железной логикой по телевизору сказали, каждый шестой на земле – китайцы. Бодро его, значит, забили, опровергли. Он покрустил, 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 покрустил. Но потом, как-то это прошло? Прошло несколько месяцев. Он поступил в школу, в первый класс. Учительница, знакомясь с классом, стала расспрашивать, кто откуда, кто как живет, кого как зовут. И вдруг ощутила, что у мальчика есть какая-то больная-больная проблема, что он о чем-то вроде и хочет сказать. И с другой стороны, ему это так удивительно стыдно, неловко, неприятно. Ну, в общем, долго ли, коротко ли. И он сознался, что все это время мучается своей страшной, ужасной совершенно историей, что как же это так получилось, что в семье все русские, все сумели доказать, все пять человек, кроме него, что называется, по документам, все сумели доказать. Вот, и, соответственно, как же это так ужасно ему получается, что сказали же, что каждый шестой китайец. Вот, какая же грустная история. Да, ладно, здесь получается, что 10х 100х, соответственно, философов в 10 раз больше, чем китайцев. Чем математикам? Чем математикам? Ну, ничего страшного. Хотя, хотя, лучше бы нам с китайцами сравниваться в числе. Каких натуральных чисел от единицы до 1993 больше? Тех, которые кратны восьми, но не кратны восьми. Значит, повторяю, рассматриваются все числа от единицы до 1993. Лучше всего посчитайте, сколько и тех, и тех. Тут есть подсказка, наверное, она вам поможет. Каждое восьмое число делится на восемь, да? Да, 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 как в каждой шестой, в каждой шестой, в китайцах. Вот, значит, надо просто делить на восемь. Квадратные скобки означают целую часть. На всякий случай, ребята, на всякий случай. Скажите мне, пожалуйста, чему равна целая часть от трех целых восьми девятнадцатых? Трем. Трем, очень хорошо. А чему равна целая часть от четырех? Четырех. Четырех. Четырех двадцать. А чему равна целая часть от минус пяти целых одной седьмой? Шести. Нельзя, не шести. Минус шести. Ну, люк? Минус шести. Минус шести. Правильно, ответ, минус шесть. Давайте я вам быстренько нарисую процеду. Это совсем простая вещь, но просто нужно знать, чтобы не путаться с определениями. То есть, смотрите. Если у нас есть числовая ось, то целая часть определяется следующим образом. То есть, берем число, неважно какое, например, одна целая две пятых. Вот здесь вот расположено число, одна целая две пятых. Чтобы найти целую часть, мы должны от этого числа двигаться налево до тех пор, пока не встретим впервые целые числа. В данном случае, в первый раз, то встречается число один. Это и есть целая часть. Если берешь число минус пять целых одна седьмая, смотрите, где оно расположено. Вот здесь вот у нас минус четыре, минус пять. Где-то здесь вот расположено число минус пять целых одна седьмая. Значит, когда от него будем двигаться, ведь оно расположено левее, чем минус пять, то первым встречным целым числом будет являться число минус шесть. И действительно, такая целая часть будет равна минус шести. Ну, в общем, здесь у нас все числа положительные, поэтому на эту тему можно не задумываться. Значит, делим и получаем ответ. Сколько? Двести, это правильно. Двести, сорок девять. Сорок девять? Да. Хорошо. А целая часть числа тысяча девятьсот девяносто трех или на девять? Двести двадцать один. Двести двадцать один. Очень хорошо. Что вам еще нужно, чтобы окончательно найти ответ, да? Еще пересечение этих минус. Пересечение. Числа, количество чисел, которые делятся и на восемь, и на девять. Как это легко найти? Каждое семьдесят второе число найти. Каждое семьдесят второе. Это можно делать по-разному. Можно тысяча девятьсот девяносто трех разделить на семдесят два, а можно сделать так. Можно вот это число разделить на девять. Двести сорок девять разделить на девяття. А можно двести двадцать один на восемь? Можно двести двадцать один на восемь. Это по вкусу. Какой будет ответ? 27. 20. Точно? Да. 27. Хорошо. И как же мы теперь напишем формулу для количества чисел, делящихся на 8, но не делящихся на 9? Собственно, все необходимые числа у нас те уже есть. Количество чисел, делящихся на 8, но не делящихся на 9. 249. 249 вычисли 27? Надо из числа 249 вычисли 27. Так, а делящихся на 9, делящихся на 8? 21 минус 27. Абсолютно верно. Надо из числа 221 то же самое вычисли 27. Обратите внимание, 27 одно и то. Поэтому для того, чтобы узнать, какой ответ больше, достаточно всего лишь сравнить числа 249 и 221. Сколько существует натуральных чисел, меньших тысячи, которые не кратны ни тройке, ни пятерке? Значит, это числа от 1 до 999. И нас интересует следующая конструкция. Значит, есть какие-то числа, которые делятся на 3. Вот они, наверное, не интересны. Есть какие-то, которые делятся на 5. Но на самом деле, что тех, которые делятся на 5, будет существенно меньше, чем тех, что делятся на 3. Но это я так условно нарисовал. Требуется узнать, сколько же существует чисел, которые не делятся ни на 3, ни на 5. То есть, содержатся вне этих двух отмеченных областей. Вот типичная задача на формулу включения-исключения. Очень простая. Про два множества. Множество делящихся на 3 и множество делящихся на 3. Но, тем не менее, решить надо. Как и в прошлой задаче, мы должны для начала узнать, что множество чисел... Мы никому не задолжали еще. Мы можем... Мы можем найти множество чисел, делящихся на 3. Не множество, а количество элементов. Количество элементов. И количество элементов, делящихся на 3. Давай. 99... 999. 999 разделить на 5. Ребята, это очень не мелочь. То, что вы съедаете начало, окончание. Потому что у вас ведь и в память так записывается. А в результате у вас в голове возникают всякие интересные конфликты. Понимаете, что у него произошло? У него сейчас в память загрузилась забавная информация. 99 делить на 5, это 199. И там у него процессор будет с ней разбираться. Потом он примет решение, что, наверное, ерунда какая-то. Но это загружает мощность. Понимаешь? Это реально загружает процессор. Дальше мы должны узнать, сколько чисел, делящихся на 3 и делящихся на 5. Одновременно. Сколько делится и на 3, и на 5. Для этого надо или 199 на 3, или 333 на 5. Очень. Так, 60. 66. Отлично. И что же надо теперь сделать с этими числами? 333, 199 и 66. Заодно. Числа вычисли 66. Зачем? И прибавит 330 лет. А, я понял. То есть, дело в том, что он не очень еще поверил в форму включения и включения. А можно просто сложить все. И поэтому у него в голове так. Он берет вот это множество, а также, как его сказать, такой... Месяц. Да, месяц. Ну ладно, месяц так месяц. В общем, на самом деле, 333 плюс 199 минус 66. Это посчитать очень легко. 199 минус 66, 133. Складываем, получается, 466. А дальше нам надо просто вычислить 999, 466. Потому что мы видим, 466 это нашли количество элементов объединения двух множеств. Да? Хорошо. Ответ. 999 минус 466. Получается 533. Хорошо. У этой задачи есть другой пункт. Сколько натуральных чисел, не кратных, ни двум, ни трем, ни пяти. В том же самом промежутке. От единицы до 999. Только добавляется, внимание, условие обоих. Задача чуть-чуть сложнее. Потому что на этот раз речь уже идет о трех множествах. Тем не менее, способ решения абсолютно такой же. Смотрите, вот они, 999 чисел. Есть некоторое количество четных чисел. Есть числа, делящиеся на 3. Есть числа, делящиеся на 5. Отлично. Требуется посчитать о каждом из этих множествах. Посчитать, сколько там элементов. Да, пожалуйста. Давайте я выпишу все необходимые нам числа, а вы уже мне предиктуете ответы. Так будет быстрее. 999 надо делить на 2, чтобы узнать количество четных чисел. На 3, чтобы узнать количество чисел, делящихся на 3. И 999 надо делить на 5, чтобы узнать количество чисел, делящихся на 5. Кроме этого, надо узнать попарные пересечения. Для этого 999 надо разделить на 6. 999 надо разделить на 10. Вот это вот те, что делятся и на 2, и на 3. Это мы посчитали количество тех, что делятся и на 2, и на 5. И, наконец, количество тех, что делятся и на 3, и на 5. Это делить на 15. И в последнюю очередь, надо 999 разделить на 2, и на 3, и на 5. Первое, это будет, сейчас скажу, 499. Как мы уже считали, это 333, и на 3. Тут считаем... Мы это уже считали сегодня. 999 надо было разделить на 5, получится 199, и результат на 3. Ну и это тоже считаем... Мы это тоже считали на 666, это еще поделить на 3. и какой же ответ по формуле по формуле по формуле эйлера надо сложить или тут совсем нет ребят в некотором смысле у вас правильный рефлекс потому что если формула то эйлера в чем-то вы конечно правы но 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 все-таки не всегда нет формула включения и исключений все-таки не носит имя эйлера хотя действительно очень много формул которые упоминаются в школьной тематике действительно держат или нет просто по формуле включения и исключения надо сложить вот эти числа вычесть взять за знаки минус эти и прибавить это 109 плюс 333 плюс 129 минус 66 минус 233 отлично минус 99 минус 166 это 33 да минус 66 и плюс это 0 отлично минус 99 и это это будет четыреста уже да 400 и 30 30 спасибо что мы теперь делаем если мы с вами нашли количество элементов в объединении то количество элементов по внешней области найти не проблема достаточно из числа 999 вычесть только что найденное нами число согласно получится ответ 266 но меня сейчас очень мало интересует я начинаю с ответом потому что мне гораздо интереснее чтобы вы поняли принцип у каждого из 40 юных техников занимающихся в кружке тяжелого ракетостроения имеются винтики болтики и и гвоздики и гвоздики кружковцев у которых количество болтиков не равно количеству гвоздика в точности 15 человек тех у кого винтиков тех у кого винтиков столько же сколько гвоздика в гвоздиках докажите что имеется не менее 15 юных техников у которых количество винтиков не равно количеству болтиков гвоздиков повторяю 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 у каждого из 40 юных техников занимающихся тяжелым ракетостроением есть винтики болтики и гвоздики кружковцев у которых количество болтиков не равно количеству гвоздиков 15 человек тех у кого винтиков столько же сколько гвоздиков десятеро докажите что есть не менее 15 юных техников у которых число винтиков не равно числу болтиков это задача в первую очередь на умение понять аккумулировку никаких сложных форм здесь нет решать ее можно по-разному но очень важно суметь каким-то образом понять о чем же разговор в этой задаче количество болтиков равно количеству гвоздиков ровно у 25 человек да у нас есть 25 таких у каждого из которых болтиков и гвоздиков вот да 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 и есть 30 таких давайте фиксируем это потому что тех у кого болтиков и гвоздиков поровно 25 человек согласен тех у кого винтиков и гвоздиков не поровно 30 человек да винтиков и гвоздиков да да из 30 конечно согласно формуле включения и исключений в таком случае должно быть как минимум 15 человек у кого у которых выполняются оба условия и количество болтиков равно количеству гвоздиков и количество винтиков не равно количеству гвоздиков а это правда но почему значит даже если это число наименьшее из возможных да нет это все сто раз лепее чем вы думаете да да если мы единим неравенство и равенство у нас получится и с этой стороны из-за того что у нас минимальное число 10 то я не понимаю что такое минимальное число 10 из этой группы потому что из какой группы вот можно сказать а группа у которых я ничего не знаю пожалуйста то есть ребята вы с одной стороны нащупали решение но с другой стороны с другой стороны запутается она сейчас обязательно уже запуталась следующий на самом деле вам помешало то что вы написали вот это а затем написали и это тоже давайте я вам это могу иногда лучше молчать чем говорить я возьму и сотру вот эту отличную штуку вы молодцы что догадались это вот это если людей у кого болтиков и гвоздиков не порвано 15 то тех у кого порвано это 25 вот еще буквально секунду подумайте у нас уже есть 25 человек у каждого из которых гвоздиков и болтиков порвано 25 счастливых замечательных ребят а также есть у которых гвоздики порвано а поскольку винтики равно гвоздики а гвоздики равно болтики то винтиков и гвоздики порвано только у десятерых человек нет вот эти 25 могут с этими гвоздиками пересекаться могут не пересекаться могут частичными да это важно что если вот из этих счастливых 25 выпросим 10 или меньше ну как там то мы получим людей обладающих их следующим забавным свойством у них винтиков не столько сколько гвоздиков а гвоздиков столько сколько волтиков и людей этих не меньше чем 25 мин 10 то есть 15 человек очень понятно да смысл такой перешли к дополнению здесь получилось 25 и после этого то этим ребятам сказали уходите при этом ушло из интересующих нас людей максимум 10 поэтому осталось не меньше 15 людей которые удовлетворяют вот таким условием а это и есть как раз то что нам нужно потому что у этих людей и низких и болтик не будет теперь вопрос как я решал бы эту задачу если бы я не догадался до этого приема ответ очень простой я мог бы взять и выписать все существующие на свете варианты их между прочим не так много винтиков двойников волтиков порвну винтиков двойников столько а волтиков не столько винтиков и двойников порвну а двойников не столько и наконец Два варианта – болтики и гвоздики в форму, а винтиков не столько. И вообще, винтики, болтики, гвоздики – это все разные числа. Очень просто. В одном случае оно не равно болтикам, а в другом случае – гвоздикам. Это разные вещи. Недостаточно написать два неравенства. И дальше я сделаю простую вещь. Я подведу обозначение. Количество вот этих людей я обозначу буквой А, этих Б, этих С, этих Д, этих Е. Заметьте, я уже решил задачу, но я сейчас объясняю, как я ее решил бы, если бы я был очень-очень усталым. И если бы догадаться до этого приема, с переходом, мне было бы трудно. Значит, ребят, смотрите, я ввел обозначение. Просто так, все ситуации рассмотрел, каждую обозначил. Теперь я просто напишу такие равенства. А, Б, С, Д и Е в сумме дают 40. Теперь, у кого болтиков не столько, сколько гвоздиков? То есть число 15, оно чему равно? Чему равно число 10? Давайте соображаем. Болтиков и гвоздиков не поровну. Здесь поровну. Здесь не поровну. Значит, я должен взять Б. И здесь не поровну. Значит, я С тоже должен прибавить. Д не могу. А Е должен. Хорошо. Винтиков и гвоздиков поровну. Здесь, конечно, вверху поровну. Во второй строчке тоже поровну. В третьей винтиков и гвоздиков не поровну. И здесь не поровну. И здесь не поровну. Отлично. Теперь, смотрите, у меня есть вот эти вот данные. Система из трех уровней. Я должен понять, что же я хочу доказать. Я хочу доказать, что количество тех людей, у кого винтиков не столько, сколько болтиков, не меньше 15. Винтиков не сколько болтиков. Это Б. Это Д. И Е. Я должен доказать, что в сумме дают не меньше, чем 15. Ребята, пожалуйста, сейчас забудьте про исходную задачу. И просто при помощи алгебраических простых рассуждений докажите, что если у нас есть неотрицательные числа А, В, Ц, Д, Е, то, зная, что выполнены эти три равенства, мы можем доказать такое неравенство. Хорошо. Для целых неотрицательных чисел А, В, Ц, Д, Е, из равенств сумейте вывести неравенство. Ребята, это совсем просто. Что? Надо же узнать, что Ц или Д больше. Или равно. Ну, все совсем легко. Мне получилось, что по-другому. Давай. Нет, по-другому, не резавенствуем. Не надо. Ну, хорошо, давай. Вот из того, что 15 равняется В плюс Ц плюс Е, и из того, что 10 равняется А плюс В, мы выходит то, что 2В плюс А плюс Ц. А пишется принципиально. Смотри, пожалуйста, движение. Совсем просто. Рисуется кружочек и палочек. Плюс А плюс С плюс Е равняется 25. Вот это вот здесь написано, да. Здесь написано 140 равняется А плюс В плюс Ц плюс Д плюс Е. 140 равняется 25, нет? Ну, естественно, 40. Разница между 40 и 25 равна 15. И в буквах она выражается в В. Ой. В В В плюс В. Равно 15. А так как В плюс Д плюс Е, заведомо 15 или больше, раз В, если Д не... Даже если Д нулевое число, 0, 100, 19 плюс 0, 15. По-любому 15 выходит. Е вообще-то. Ну, ладно, ладно, садитесь. Независимо. На самом деле все гораздо проще. Смотрите. Смотрите, что вы просто могли сказать. Если присмотритесь, то вы к этому... Если вы посмотрите сюда и сюда, то насколько отличаются эти две суммы? Они отличаются... Значит, смотрите, В, Д, Е. Они отличаются на А и на С. Но из вот этого равенства следует, что величина С меньше или равна 15. Из этого равенства следует, что величина А не больше 10. Значит, А плюс С не больше 25. Ну, а, значит, поскольку сумма равна 40, значит, В плюс Д плюс Е должно быть не меньше 15. Ну, можно, разумеется, как-то по-другому это все делать. На любом случае я вам показал, что мы могли здесь сделать, если бы не догадались до простого решения без этих страшных обозначений. Представьте себе, что доля блондинов среди голубоглазых больше, чем доля блондинов среди всех людей. Скажите, пожалуйста, что в таком случае будет больше? Доля голубоглазых среди блондинов или же доля голубоглазых среди всех людей? Итак, давайте сообразим, что у нас есть. Блондинов среди голубоглазых это доля больше, чем блондинов среди всех людей. Это условие задачи. Что больше, доля голубоглазых среди блондинов или же доля голубоглазых среди всех людей? Эта задача очень легко решается. Для этого нужно сделать очень простой рисунок. Значит, смотрите, на свете есть голубоглазые, разумеется, есть блондин, ну и все это среди всех-всех-всех людей. Так вот, давайте введем такое обозначение. Буквой Г маленькое я обозначу количество всех голубоглазых. Всех в том смысле, что и блондинов, и не блондинов. Просто количество всех голубоглазых. То же самое. Б это количество всех блондинов. Вне зависимости от того, какие у них глаза. Еще введу количество N. Это пересечение. Это голубоглазых блондинов. Количество голубоглазых блондинов. Давайте, на рисунке тогда будет так. Здесь будет N элементов. Здесь G минус N. Здесь B минус N. Ну и, разумеется, я должен ввести еще какое-то число. Количество всех людей. Ну давайте я тогда обозначу. L это количество всех-всех-всех-всех людей. Неважно, блондины они, голубоглазые, кто угодно. Сейчас нужно при помощи формулы написать все эти отношения. Как написать количество блондинов среди голубоглазых? Если у нас важна доля блондинов среди голубоглазых. Как это написать формулой? N поделить на G. N поделить на G. Доля блондинов среди голубоглазых. Потому что голубоглазых блондинов N, N поделить на G. Очень хорошо. Блондинов среди всех людей. Сколько? B делить на L. B делить на L. Замечательно. Голубоглазых среди блондинов? N разделить на B. N разделить на B. Так. Голубоглазых среди всех людей? B разделить на L. Нет. Голубоглазых среди всех людей? G разделить на L. А теперь внимание, что мы пишем? Что дано? Дано доля блондинов среди голубоглазых, то есть n разделить на g, больше, чем доля блондинов среди всех людей. Просит узнать, что больше, то есть сравнить следующие величины. Доля голубоглазых среди блондинов, то есть n разделить на b, надо сравнить с долей голубоглазых среди всех людей. И, заметьте, как только мы ввели эти самые буквы, n, l, g, b, то задача сразу резко упростилась. Мы должны, зная вот про такое неравенство, узнать, какая из этих дробей больше. Так, ребят, вы умеете это неравенство о дробях переписывать без дробей? Как? Как написать это без знака деления? Абсолютно верно. Говорите. n, l? Равно, аж, да. Неравно, ни в коем случае. Здесь у нас неравенство стоит. Больше. Больше. Молодец. n умножить на l больше, чем b умножить на g. Ну, я, разумеется, на всякий случай могу это объяснить, но это совсем просто. Дело в том, что дробь n разделить на g может быть записана со знаменателем g, l. Для этого нужно числитель и знаменатель умножить на l. И дробь b разделить на l может быть то же самое записано со знаменателем g, l. То есть умножить числитель и знаменатель. Поэтому, если у нас было вот такое неравенство, то убирая g, l, мы действительно получаем, что n, l больше, чем b, g. Значит, ровно то же самое нужно было сделать здесь, только записывать, разумеется, со знаменателем b, l. Значит, а именно, здесь будет b, l. Здесь будет знаменатель b, l. Значит, мы домножили числитель на b, получили b, g. Здесь мы числитель и знаменатель умножили на l, получили n, l. И неожиданным образом задача о сравнении дробей n разделить на b и g разделить на l свелась к тому же самому неравенству. К тому, что n, l у нас больше, чем b, g. Поэтому вместо i можно ставить тот же самый знак неравенства. Уговорил? Отлично. Ребята, очень простая, но симпатичная задачка. В одном стакане 9 ложек молока. В другом 7 ложек чая. Ложку молока перелили из первого стакана во второй. Перемешали. Не обязательно тщательно. Как-то перемешали. И ложку чая с молоком перелили обратно в первый стакан. Чего больше? Чая в молоке или молока в чаю? Давайте я еще раз спокойно почитаю. Итак, были два стакана. В одном было только молоко. 9 ложек. Кстати, число 9 совершенно несущественное. В другом был только чай. 7 ложек. Ложку молока перелили из первого стакана во второй. Перемешали. Не важно как. Тщательно, тщательно, не знаю. И ложку чая с молоком перелили обратно в первый стакан. Чего больше? Чая в молоке или молока в чаю? Кто пойдет решать? Кто пойдет решать? Продолжение следует... 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 Все, спасибо. Я надеюсь, что все поняли. Это совсем простая история. Так, 558-я тоже не мудрёна. Три ученика решали вместе 100 задач. Итак, пишем, всего 100 задач. Каждый из них решил ровно 60 задач. Задачу, которую решили все трое, будем называть лёгкой. Задачу, которую решил только один из них троих, будем называть трудной. Ну, каждая задача была хотя бы кем-то решена. То есть, они всего решили 100 задач. Давайте я на картинку хожу. Вот если это задача, которую решил первый ученик, это задача, которую решил второй, а это те, что решил третий, то задачи, которые решены были всеми тремя учениками, давайте будем называть трудными задачами. Так, мне сейчас потребуется ввести какое-нибудь обозначение для количества трудных задач. Поэтому, зря я это заштриховал. Давайте-таки я там пишу букву Т. А это же лёгкие. Т – это количество трудных задач. А это же лёгкие. Лёгкие, лёгкие, лёгкие. Ой, лёгкие, лёгкие, лёгкие. Количество вот этих вот задач, которые решил только первый, это А, который решил только второй, Б, который решил только третий, это С. Дальше пишем. А плюс Б плюс С – это количество трудных задач. Дальше нужно выяснить ответ на такой вопрос. Насколько больше трудных задач, чем лёгких. То есть, нас спрашивают, чему равно значение выражения А плюс Б плюс С минус Т. Задача очень лёгкая. Надо просто суметь спокойно через А, В, С. Кстати, давайте-ка я количество задач, которые решил первый, решил третий, но не решил второй, обозначу какой-нибудь буквой. То же самое, которые решили первый и второй, но не решил третий, обозначу какой-нибудь буквой. И задачи, которые были решены вторым и третьим, но не решены первым, тоже обозначу буквой. В таком случае очень легко будет написать все условия. Как написать, что всего задач 100 штук? Диктуйте. А плюс Б плюс С. Да. С плюс В плюс У плюс Х плюс С. Абсолютно верно. А, В, С, Х, У, З и Т в сумме дают число 100. Молодцы. Как написать, сколько задач решил первый? А равно 60. Нет. Б плюс Х плюс С. Первый. А плюс С плюс Т плюс У равно 60. Молодцы. А, У, З и Т это 60. Как написать про второго? Б плюс З плюс Х плюс Т равно 60. Так, очень хорошо. И, наконец, про третьего. С плюс У плюс Т. Вот вам система из четырех уравнений. Неизвестных, правда, там 7 штук. Но требуется... Не обязательно требуется найти все эти неизвестные. Достаточно найти только одну величину. А плюс Б плюс С минус Т. Вообще, когда у вас есть любая система уравнений, и вам нужно найти какую-то величину, то надо потихонечку избавляться от всех переменных, каких нет... То есть, в данном случае, Х, У и З вам мешают. Понимаете? Понимаете? Сначала я просуммирую эти... Сложу под члены эти три уравнения. У меня получится. А плюс Б плюс С плюс 2 умножить на сумму И, 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 и плюс 3Т. Плюс 3Т. И все это равно 180. Далее я из этого уравнения вычту это уравнение. Умноженное на 2. Честное слово будет лучше. Потому что тогда у вас Х, И, И, З как раз исчезнут. Смотрите, здесь они идут с крестцентом 2, а тут с крестцентом 1. А вам нужно, чтобы их не было. Поэтому надо вот это уравнение умножить на 2. Слушайте, давайте делать так. Прямо напишите его. Пишите. 2А плюс 2Б плюс 2С. Прямо-прямо. 2А плюс 2Б плюс 2С плюс 2Х. Или, если угодно, как вы писали. Как вам приятнее. Да. 2 умножить на Х плюс Х плюс З. И плюс 2Т равняется числу 200. Равняется числу 200. И здесь перенос. Так, и вот теперь из нижнего уравнения, которое я повторяю, получилось умножением на двойку данных. то надо вычесть почлена верхняя. Да. 200 минус 180. Сколько будет? 20. 20. Вот пишите. 20. Так. А там? 20. Х, У и З исчезли. Да. Остается. А плюс Б плюс С. Да. И такая забавная вещь. 2Т минус 3Т. А с Т? Минус Т. Минус Т. Отлично. Спасибо вам. Все правильно сделали. Смотрите, что оказалось нужно сделать. сложить вот эти уравнения. Верхнее умножить на 2. И из полученного верхнего умноженного на 2 вычесть то, что будет сумма. При этом в точности получится необходимый ответ. Потому что фактически мы сумели убрать x, y и z из условий. Боря, Витя и Саша играли в слова. Каждый составил по 10 слов. Если слово есть у всех, то оно вычеркивается. Если только у двоих, оба набирают по одному очку. За остальные свои слова каждый получает по 3 очка. В итоге все трое набрали разное количество очков. Меньше всех набрал Боря. Он набрал 19 очков. Сколько очков набрали Витя и Саша? Ну, ребят, я на самом деле виноват, что предыдущую картинку стер. Потому что, конечно, это ровно на ту же самую тему. Значит, смотрите. Есть у нас Боря, Витя. И Саша. Давайте обозначения будут строго такие же, как в предыдущей задаче. t – это количество слов, которые были написаны всеми сразу. Я уж не помню, где А и Витя и Витя и Витя, здесь было У, здесь было Х. Давайте писать условия задачи. Все написали по 10 слов. Это значит, что А, У, З, Т в сумме дают нам 10. Замечательно. Дальше, Б, Х, З, Т тоже 10. И, наконец, С, Х, У, Т тоже 10. Теперь давайте разбираться с очками. Значит, если только у двоих, оба получают по одному очку. Значит, сколько очков у нас получил Боря? Боря получил два, нет, по одному очку. З и У он получил за вот эти слова, которые, да, у двоих. А за остальные свои слова по три очка. Значит, 3А. Пишу. 3А плюс У плюс З равняется 19. И смотрите. 3А плюс У плюс З у нас меньше, чем 3Б плюс З плюс Х. И то же самое. 3А плюс У плюс З меньше, чем 3С плюс Х плюс У. Ну, что я вам скажу? Ужас. Конечно, числа не такие уж и большие, но и немаленькие. Даже непонятно вообще. Перебирать подряд все варианты, дело абсолютно бесполезное. Что же там делать? Нет, она, конечно, со звездочкой. Я же не возражаю. Но даже для звездочки это как-то слишком. Нет, ну, давайте, конечно, что-то я могу сказать. Вот это неравенство можно записать проще. А именно, у нас З, разумеется, исчезает. И получается, что 3 умножить на А минус Б меньше, чем Х минус У. К тому же, кстати, я не вижу, что 3 умножить на А минус С меньше, чем, извините, Х минус З. К тому же, кстати, я не знаю эти числа, а они как положительные, отрицательные, А минус Б. Не очень понятно. Ну, хорошо, давайте зайдем с другого конца. Давайте посмотрим на вот это вот равенство, про 19, и на верхнее. И просто-напросто вычтем из вот этого равенства верхнее. Тогда в правой части будет декадка, а в левой части, смотрите, У и З исчезнут, будет 2А минус Т. 2А минус Т. Ну, забавная ситуация. Значит, получается, что у нас число Т, во-первых, обязательно нечетное. А, во-вторых, есть очень жесткая связь между величиной Т и величиной А. Давайте посмотрим. Значит, 2А это 9 плюс Т. Заметьте, пожалуйста, А плюс Т не больше 10. А плюс Т не больше 10. Поэтому давайте посмотрим, сколько, собственно, здесь вариантов. Сколько здесь всего, возможно, вариантов. Значит, если Т равняется 1, то А по этой формуле равняется 5. Все замечательно. Т равняется 3, тогда А равно 6. Понимаете почему, да? И когда Т равно 5, А равно 7, и это уже слишком. Потому что А плюс Т оказывается больше 10. Ребята, я нас поздравляю. Разгадка задачи на это. Смотрите, я с ужасом посмотрел лишь на условия, я выписал, но, к счастью, оказалось, что автор задачи не зря написал небольшие числа. То есть здесь получилось всего лишь 2 вариантов. Значит, смотрите, что я сейчас делаю. Я беру первый случай, когда Т равно 1, А равно 5. И спокойненько, так сказать, этот случай рисую. И потом я нарисую второй случай. И, между прочим, во втором случае вариантов будет очень мало. Потому что, если А равно 6, а Т равно 3, то, собственно говоря, З и У, ну, кто-то из них единицы, кто-то 0. Согласны? Кстати, у нас ведь в задаче, на самом деле, Витя и Саша, они симметрично входят. Поэтому вот этот второй случай, он по совести вообще единственный. Это, смотрите, что такое. Когда А равно 6, когда Т равно 3, здесь у нас где-то единица, где-то 0. Совершенно спокойно можно считать, что ситуация вот такая. Поняли? Это второй случай. Ну, здесь, конечно, есть еще какие-то числа, и с ними потом надо будет разбираться. Теперь давайте посмотрим на первый случай. Первый случай. Т равно 1. А равняется 5. Ну, к счастью, здесь тоже совсем не сложно. Потому что, смотрите, у нас всего получается 6, и, значит, здесь, собственно говоря, сумма этих чисел равна 4. Поэтому вариантов тоже, к счастью, не так уж и много. Теперь давайте бодро посчитаем, сколько же очков получил наш любимый Боря. Значит, 3х6, 18, плюс 1,19. Боря молодец. Боря просто-напросто молодец. Теперь давайте считать, вот, подставлять вот в эти неравенства, или, может быть, даже проще считать, что называется, так. То есть, смотрите, нужно, чтобы, если здесь у нас 4, то здесь всего останется максимум. О, кстати, кстати, этот случай, очевидно, не годится. Смотрите, если этот получает 19 очков, то вы согласны, что у этого шансов получить больше, чем 19 очков нет? Нет. А? Нет. Нет никаких шансов. Все. Этот случай полностью вылетел. Этот случай у меня полностью вылетел. теперь пошли сюда. Значит, итак, мы уже знаем, что Боря сам по себе получил 5, ну, вот, без других получил 5. Игрек и З это числа, которые в сумме дают 4. Так, как у него с очками? Значит, он получил 4 очка. За эти слова он получил 15 очков. За эти всего 19 очков. Замечательно. Теперь давайте смотреть, как у нас дальше. Ребята, я бы не мудрствуя просто осматривал спокойно случай. Во всяком случае, вот эти вот уравнения я написал явно с горяча и неравенства. Лучше как-то без них. Уже слишком их много, и толку я серьезного никакого из них излечь не смог. А давайте просто нарисуем все возможные картинки, и я думаю, что их будет не так много. Значит, итак, какие здесь возможные картинки? Значит, здесь у нас 5, 1, чтобы сумма чисел равнялась 4. И я 1. Нет, секунду, 0 и 4. Такая ситуация, в принципе, вполне возможна. Другая ситуация. Другая ситуация, это действительно вы правильно сказали, 1 и 3. И наоборот. Наоборот, бессмысленно рассматривать, потому что это нам по сути ничего не... Ну и 2, 2. Вот, 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 совершенно верно, молодцы. И последняя ситуация, это действительно вот такая. Это действительно ситуация, когда здесь 5, здесь 2, здесь 2, здесь одно слово. В любом случае, Боря получает 19 очков. Теперь давайте смотрим, как же нам сделать, чтобы Витя и Саша получили очков больше, чем он. Ну, поехали. Значит, здесь вот у нас уже 5. Значит, остается максимум 5. Согласны? И это, конечно, противоречит. Потому что Саша не может получить очков в этой ситуации больше, чем Боря. Потому что даже если 5 будет таких слов, все равно он получит только 19. Все. Остались 2 случая. Я ее все-таки решу. Я ее все-таки сейчас решу. Остались 2 случая. Смотрим. Здесь у нас 4, да? Как получает очки вот этот человек? Он получает 3 очка плюс утроенное количество за это. У него уже 4 слова израсходовано. Значит, здесь либо 6, либо 5, либо 4, либо меньше, да? Если 6 слов вот здесь, тогда он получает, понятное дело, 21 очко. Если 5, 5 здесь, 18 и 1 здесь, и у него уже получается ровно сколько у Бори, так нельзя. Значит, здесь будет у него в обязательном порядке 6, здесь будет 0 и здесь будет 8. Вот мы нашли одну ситуацию, которая удовлетворяет условию задачи. Значит, в этом случае у нас у Саши 21 очко, а у Вити 25 очков. Замечательно. Теперь идем сюда. Последний остался случай. Интересно, как будет здесь. Значит, если у нас здесь уже 3 слова израсходовано, то дальше осталось всего 7 слов. Это либо 7, 0, 7, тогда что? Здесь 21, здесь по 23 очка, да? По 23 очка нельзя, потому что порно. Значит, 7, 0, 7 нельзя. Значит так, 6. А, так они в любом случае порно. Значит, нам же запрещено, чтобы у них было порно. Все. Мы решили задачу. Получилось, что у одного 21 очко, а у другого 25. 7, 0, 7, 0, 8.